Урок с министром. Сегодня в ушне 11-й Гомельской школы задавали свои питания министру адукации Игору Карпенку. Во установе прошел один день информации о межах проекта «Шах», что значит «Школа активного гражданина». Чем интересовались школьники, ведая Марина Джалая. Для министра адукации Игора Карпенки девятиклассница Ульяна Уласень подрихтовала достатково каверзное питание. Побыч, с якими культурными объектами на карте суверенной Беларуси вы отшиваете глубокий патриотизм и гонор за свою родиму. Теучинка займается музыкой, удельничая в умованных олимпиадах и просто навыдатно вучится. С устретшейся с текавыми людьми, Икеа у школы организует кожный опошничать твер месяца, старается не пропускать. На их можно задать свои питания людям, Икеа займают отказные посады не только областного, а и республиканского масштабу. Я узнала очень много нового, в первую очередь, о нашей культуре, также о различных спортивных объектах, которые у нас строятся. Вопросы разные, например, о молодежной политике и много чего интересного конкретно для нас, для молодежи. Степан собирается стать медиком и таким чином протягнуть семейную династую. И все для этого робить. Добро вучиться, не отмавляется от дела у громадским жития класса и школы. А еще юнока привабливая военная тематика. Узгадывая, как недавно на день информования проекта «Шах», приходила ветеран Великой Чиной Айлита Самсонова. Я очень интересуюсь такой темой, как война. И к нам приходил ветеран Айлита Ивановна, которая относится к нашей школе. И очень интересная была беседа с ней. Для меня это была очень вспоминающаяся и полезная встреча. Гонорыцца у 11-й школы можно не только проектом «Шах». Для министра зарабили невеликую экскурсию и продемонстровали, чем тут, окроме вучобы, займают детей. Это и волонтерский рух, и уроки финансовой письменности, и интеллектуальные турниры. Эта воспитывающая функция школы, она даже, наверное, более важная по сравнению с тем, какую информацию мы преподносим на тех или иных уроках. И мне кажется, вот эти те социально значимые дела, которые здесь представлены, и волонтерство, и деятельность общественных организаций, и бизнес-компании, это все площадки, где молодые люди исполняют разные социальные роли, учатся и готовятся к выходу в самостоятельную жизнь. Гуторки с известными белорусскими грамадскими действиями, политиками, учеными – это мотивация для детей – учиться, развиваться, марить и досягать. Какие изменения будут на уступных экзаменах в ближайшие годы? Какие выны самые престижные в Беларуси – сучасная молодь? Какая она? Видовочно, что разумная, допытливая и метанакераванная. Учим великая заслуга керавництва и наставников их школы. Марина Джала, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель».